господа всем привет у нас будет такая матрасная покатушка я надеюсь что этот раз я смог нормально камеру расположить я не буду топить потому что иначе не смогу говорить это уже пройденный этап так что у нас так надо кадр сдержать больше и со шумом отрасим хочу поговорить про то и мне впечатления велосипеде человек не докупал за это время у меня получается середина июля а сейчас на середина ноября это у нас значит я считать не умеет вами считаете но месяца три-четыре где-то так август сентябрь октябрь 4 месяца короче сейчас в порядке обо всем поговорю давайте сразу первые момент хватает не то велика не разочаровала меня нет великом все супер для моих целей а мои цели ты тренировки кросс-контрейная сейчас это не тренировка это матрасная прокатушка скоростью липки почему для моих целей всего хватает и амортизатора хватает и с икса трансмиссии с вами хватает за глаза я бы сказал ко мне тут обращались ребята которые поставили cgx я не знаю зачем я подумал что они в кубке миру сейчас ну ладно не за сборный правиль в россии митинг хотя по а небольшой матрас на спутке ну так сегодня матрас прямо матрас матрасом если кто не знает что такое матрас а кстати давайте уточню для кого мои вот эти видосы по велосипеду для тех кто именно хочет спорт то есть минимум чтобы смотреть вот эти видео мои по велосипеду вам уж интересоваться и успешно футбин вам уже писался успешно как средство питомца какого-то ну то есть прямо спорт чтобы вы были вела форме желательно контактных педалях ну тупик там ничего сказать такие вам правда не видно будет флр кстати это полагаю это что-то было мериды когда теперь флр давайте сразу скажу видос вообще ни разу не рекламный что к сожалению мне никто ничего не засылает пока на эту тему и у меня в самом магазине пока ничего этого нету поэтому видос просто вот такой потому что просто хочу очень снять такой мне интересно я вот сегодня снимал прицел в своей фотографии лучный потом решил что пойду к пока погода хорошая поснимаю велик продал солнце на пока я за великом сходил солнце спарилась в общем еще раз не обращать внимание матрасный темп на медленный такой потому что это просто ну вот так вот чтобы я мог нормально рассуждать потому что когда катаешь прямо в тренировку при надеюсь там слышно что я говорю вообще почему так что-то немножко камера съезжает ползает я говорю когда катаешь прямо в тренировку болтать на камеру не получается потому что мысли совершенно других вещах очень смотрите что хочу сказать все бы начать трансмиссии с x многих вызывает сомнений типа блин sx это не круто давайте nx поставим gx игл там xx но электронную трансмиссию xs или как она там но с как доллар а xs ну как то так но хорошо смотрите чем минус с x он пластиковый и что пластиковая но пластик качественный и в принципе если вы не собираетесь сейчас на каких-то гонках где во-первых он каждый грамм на счету во вторых вам нужно не думать вообще когда вы переключаете вообще ни о чем кроме как обогнать соперника и вы хотите нажимать вот так вот на переклюки короче как долбануты когда вам лучше взять что-нибудь по это посерьезнее хотя я думаю что это справится на допустим под нагрузкой в гору я стараюсь и не переключайте про так агрессивно как мне допустим на старом байке x9 стоит из 9 он металлический там хреначишь как я не знаю как удар крота просто вот такой короче по перекрукам все нормально хочешь гору хочешь не в гору хочешь грязи хочешь не в грязи здесь садки лучше поберечь на мой взгляд но для покатушек для тренировок для короче фитнес целей для и даже фитнес для тренировок даже серьезных просто антинах это хватает за глаза хотя подойдет огонь люди будут странно смотреть черепу на чего ходить самскур разговаривает они не все протекает что камеру сет в общем для тренировок этого за глаза все переключается как надо скидывается как надо оплыться вверх надо вообще проблем ноль я вам больше скажу я вас за эти три месяца ни разу настройки переклюка не лез я даже успел его там разобрать смазать как бы шестерни но мне тут какой 9 фаттоп смазали как он там вроде да я решил разобрать весь переклюк звезды переклюка и смазать я это сделал мне даже не пришлось ничего настраивать весь вопрос открутил вас рамы снял вот эту рамку который держит звезды но это ролики снял ролики все смазал но сначала почти все потом полосу собрал проблему 0 короче и секс нормальной трансмиссии ничего гнать не секс только потому что она типа какая-то там но начальному уровне с вами это не означает на плохая на отлично я не представляю честно под обычные люди которые начинают топить как если вы не участвуйте в соревнованиях типа там кубок россии там сборной не уходите для cross country вам нафиг не надо ничего больше секса поверьте мне меня тоже сначала все дела смущал он типа nx же круче ну да наверно круче джейкс он еще круче но хочу ли одессе сделать это про это еще нет смысла только если совсем космосе сломаю катаю там тогда поменяю на джейкс на а xs скорее всего гораздо но это типа я не знаю пока что даже близко таких проблем у меня не было единственно что не нужно чистить говорили про вот этих на смеси игл который андель винас к самому был канал доктор гонзо и мужик они там говорили что типа надо чистить иглы любит чистоту это так то есть если x9 может полностью в говне чтобы учетку переключаться если иглу будет говне переключаться будет нечеткой сначала всякие там тарахтение так далее поэтому чистите свой игл сам и все будет нормально но если чувствуешь учет начало переключаться значит пора почистить ваши игл игл как орел смысле как игла хватает мне вот это 11 по шоссе но когда выезжая по шоссе мне хватает за глаза за то что я не закрыл мне первый взгляд это как велику посмотрите они суставил продается они официальный дилер слабстайл . ру или как а я не знаю ребята слабстайл как ваш сайт короче поэтому пофиг слабстайл слабстайл найдете титан рейтинг велика если чё сайфера rs dash в общем принципе час секундочку давайте-ка заблокируем как раз задний амор сейчас заблокировал упорку возьмем главное не перенапрягаться сейчас иначе говорить не смогу поэтому буду матрасить вот короче все с эти трансмиссии отлично дальше был вопрос про вилку монету и про задний аморт монету отлично работает вообще проблем нижним со строги не с чем все можно отстроить накачать воздух как надо все будет отлично работать тоже самое касается заднего морда так и попробую немножко опять задняя морда этот фьюжн рлр пока давайте сейчас проедем такую знаю грунтовую хрень потому что мы можем и проехать а тут не славится так немножко одну звезду я вверх обновь пока там как-то поддерживать короче задний аморт отлично работает вообще без проблем у нас на блокировку вот это на руле она почему-то стоит ну вот обычно здесь меня тоже так стояла она принципе на превьюшка стоит себя справа я поставил слева вот видите она у меня стоит то есть как бы перевернул обратной стороной такого давайте сюда и сейчас не отлично то есть вот эту у нас на блокировку точно работает все блокируется чтобы нормально блокироваться надо вот этот русик подкручивать периодически если вдруг перестал блокироваться подкрутите тросик все будет нормально то есть ну может не периодически один раз подкрутил медицину еще хорошо то есть если кого-то не блокируется просто закрутите тросик а то мне тут все говорили производители там прочее что не блокировки вот на итоге выяснилось вот есть все сня вот так вот все супер короче так теперь что касается еще вилки я и хотя до или давайте потом поговорим про апгрейды так рама рама сама никаких проблем вот я и перебирал два раза или три некие тысячи там не нравились на короче в итоге все нормально все спокойно разбирается собирается пересмазывать самор снимается буквально под ножными средствами скажем так никаких проблем не вызывает то есть рама добротная полагает рама такая же как на спешах было так поправили еще раз иногда буду поправлять не совсем понимаю куда мне что снимает в общем рама добротная кажется баланс пешах это фср по моим подвеска вот вес велосипеда меня не напрягает он такой накатистый короче с 29 колес и вот этой покрышек что прям супер так колеса колеса накат здоровский никаких проблем за по корням гоняю ширина по камням по корням все-таки несколько месяцев не нас как он намотал на вели ну тысячу с лишним км и может полторы не знаю даже вот и не знаю проблем нет ничего не рассыпаясь ничего не разваливается я в снег тут погонял под дождиком все хорошо вот что еще система вот так отлично руль супер комфортно управляется покрышки остался покрышки это территория барза а у меня почему-то впереди стояла изначально мессу или мескал как она там сзади барза ну то есть это можно так делать просто как обычно ставят наоборот меня переставил барза она вот и не в плане управляемости гораздо выше чем место и вместо ну вы поняли то есть она конечно ухватистее на повороту но в принципе можете ставить да и сюда хоть барза хоть мяско он нормально будет но походу вот этот вот самый вариант когда сзади стоит у вас место спереди барзе самый такой контрильный а по контрильный нормальный вариантик вот и соответственно тоже никаких проблем нет про чуть-чуть говорит кище узлы есть на велике которые вызывают сомнения или вопрос у кого-то не знаю езжу я на профине наношу не знаю там раз в несколько тренировок тренер 4 5 дополнительно так уж не помню в аксман или как они там называются очень российской компании производства профиль не знаю куда на нормальная тема не забыл название извините в акс по-моему как и черный тюбик такой так дальше пошли на ли сейчас великом все хорошо все отлично вообще никаких проблем нету ни разу не пожалел прямо кайф и даже лучше велик ты не надо но чтобы понимать обычно еще не так сейчас гораздо быстрее и злее на тагане смогу говорить на камеру уже пройденный этап не будут зарезать свои собственные ошибки такие апгрейды я делал велику первую очередь я поставил блокировку елки монету вот она они сам видно то есть я не знаешь фирме не фирменная стоила 3 тысячи рублей салека причем можно сказать фирменный ход не фирменный ну короче 3 тысячи рублей она работает сейчас об она все заблокировалась то есть это набор который прямо стандартный заборка называется правильно монетушный это просто выставить и бам бац у вас разблокировалась отлично вообще работает на шоссе постоянно пользуюсь то есть я вообще не сильно-то пользоваться блокировками но когда вас появляется блокировка вилки выносная начинаете пользоваться сразу обеими а до этого я ездил я не использую за блокировками когда был пофигу если выходишь на асфальт просто 2 блокируешь вперед блокируешь за ты погнал для ригит получается короче или там по песку и по снегу тоже нормально так давайте тут проедем и продолжим разговор так все продолжаем соседал хороший момент по поводу тропера я изначально смотрел на всякие там 10 эксперты вот эти великие стан рейсинге думал что дропер это круто почему пушу не на шуртер есть дрота но как показал практику от моих условиях в машинах не сдался я в нижнем городе хотел катнуть в этом году на малиновой грязи и прочих местах но не сложилось на следующий год уж как ну и пойму надо ли ставить дропер если у вас такое марафонская кросс-кантри или вы просто занимаетесь и купить на самом начале дропа не нужно поверить лишний монет вот кстати да я получается поставил две монетки вот здесь не стал там супер павелька больше ничего не чтобы понимали так сейчас секунду сейчас поедем с вами матрасить в одно место раз уж мы так выехали так чего я еще купил к велику ну всякую химию это понятно смазки там все проще снял катафоты кстати нафиг я не знаю зачем их ставят велик уже такого нормального спортивного уровня но любители кросс-кантри и бывших гонщиков как я который сейчас в порядок себя приводит зачем зачем катафоты не знаю муж кому нужны поверить они ну короче снимайте я их еле выломать катафоты которые на колесах были это кошмар но так еще раз а будем хватает покрышек хватает все колеса чем все хватает я не знаю я не вижу недостатка почему перебирал подвеску потому что короче это то там не докручен голову то еще черночей ерунда сам если вы кстати покупаете 2 подвес вам скорее всего стоит сразу купить стойку на которой обслуживают велики потому что двух подвесов чтобы который вы постоянно будете лазить так или иначе это подтягивать там и так далее я вот стойку тоже с алиэкспресс это получит тысяч за пять лично личное приобретение как я раньше для нее жил и принципе вот на самом велике я ничего не менял то есть я докупил всякой фигню балла стойку докупил докупил чего химию всякие там мелочевки для обслуживания велика а на самом деле здесь очень этих обрывов не надо здесь все отлично короче я не знаю люди начинают сходить с ума до перекрыти другие ставьте прочее нафиг это вам не надо поверьте все здесь хорошо больше катайте меньше думайте то есть но если же я там на своих злых тренировках умудряюсь с сэксом справляться и все хорошо еще раз это не моя злая тренировка это нас матрас просто потому что но потому что мы говорим так дальше на счастье сказал почему никаких проблем с великом не было ничего не день не пищала не скрипела не воняло все отлично все супер велик реально годный ребят своих бабок стоит сто процентов вот у нас тут уже лед стал дайте вам покажу чем-нибудь видно вообще вообще надеюсь нас камера снимается что я не вижу я перевернул а чувак один с какого-то youtube канала советовал первых ногами и поставил реверс на этот так вот так будет лучше видно всем саму покатушку посмотрим что снимется так что вот дальше значит что я купил к велику ну во первых я себе взял новый туфли флеровский карбоновые и педали спд-520 стандартный вот супер вот велоформа все это не будем считать шлем ну короче стандартная экипировка что я уже все давно где-то похерил просить изображение мне заново приходится буквально вкатывать то есть конечно кости остались сухожилиями какие-то там мышцы тоже остались начаться все это устанавливается заново особенно после ковида то есть меня вот такой был проблем что после ковида я сгуст в принципе сгуст и не то что там как велогонщик а вообще тяжело очень восстанавливать до сих пор можно сказать это прошло уже пару-тройку лет я просто забивал вот дальше значит еще да знаете рама очень сильно вперед со тросики вот это да ставьте вот эти такие резинки теперь короче фигню который поможет защитить у меня есть потертости в районе каретки кстати или чуть-чуть как называть короче в районе педали я уже забыл как правильно что называется но это как бы все ерунда можно подкрасить лучше вам сразу советую все места где у вас принципе как-то прилегает особенно вот я задней подвеской лучше все так блин что здесь вообще непотребством прошла суть ехали тоже вот так же как чертыхались прошла с моих и хорошем темпе поэтому эту с педалями цеплял сейчас ничего нормально когда матрасин вообще короче советом защитить эти узлы я еще закатала значит вперед вилки пленку закатал эту как ее звать кабеля шатуны там где тапочки у вас не могут прислоняться и я так секунду и хрен я закатал трубу вот это самый нижний короче низ чисто все больше ничего не написано закатывать остальное кубски конечно бывает ничего фигня не смотреть же не он ездит надо вот дальше а по поводу шумят ли троса в раме нихрена не шумят короче мне сначала показалось что чем который так я уж пройду мне показалось конечно шум который я слышу этот именно шумят просто это не троса были тут были линки когда я их опыт шаманил что стало нормально дальше поста я поставил вилоком так короче смотрите проверить в принципе я все проговорил с великом что супер ведь он уялен состояние то что я по всему говну им катаются просто потом так рукой это кстати краска очень хорошо сказать адгезии или как очень грязь у него не налипает а если налипает просто так легонечко об и она отваливается конечно век не идеально чисто становится но как будто как будто идеально так блин ё-моё как-то стегнулся даже все проехали нормально а зимой здесь я буду на лыжи кататься походу правда не совсем уверен так вот с этими ну ладно как нибудь как нибудь и чё нибудь люди раскатают лыжни так сейчас не задеть заприньки надо педалями все мы проехали вот чё в общем какой апгрейд я купил самый главный велоком сейчас вот отдельно про велоком хочу поговорить это вот и gps вот без 300 по-моему без 300 если до сих пор него не поставил покровное стекло ему две штуки комплекте я с плёночкой дальше плёночку еще не снял я уже там накатал километров 500 а плёночку еще не снял вот такой вот я и короче чего могу сказать я выбирал велоком чтобы у него главный был датчик пульса если вы хотите серьезно заниматься датчик пульса вам необходим вот сейчас как раз можно по пульсу чтоб он не превышал датчик пульса и каденцев то есть это вот залог хороших тренировок чтобы потом не ходили на работу там ли какие ваши дела или живой тренируйтесь на том на вашем уровне скажем так чтобы не было перетренированности тогда будь все окей а то я поначалу тоже как перетренировался валялся короче а я же знаете привык там как раньше на гонке колотил там во всю дурь он валяешься вот так я не на гонке уже не участвовал лет десять поэтому сами понимаете короче надо понимать что уровень же не тот его можно вернуть для этого нужно заниматься с пульсометром и с датчиком каденца я взял с эти комплексом на полный пульсометр датчик каденца и этот как его датчик скорости датчик мощности стоит блин а не знаю как все это вместе взяты умножить на 5 так что слева проедем папа уехали поэтому датчик датчик эту я не стал чем брать датчик мощности дал число вот эти дочки вот отличный велоком слушайте вот самый лучший вариант сенсор не берите я потому что перчатки потому что грязь потому что дождь сенсор вам не нужен вот это из не сенсор на самый такой топовый у китайцев вообще класс тут все можно это все тренировки загружаются все калории там все что хотите короче считает все показатели по максимуму кроме мощности потому что мощность тут тоже можно подключить просто меня на это денег нет датчик мощности стоит как половина велосипеда поэтому что-то я пока не созрел гарминовские педали купить так вот когда надо дальше ехать мне кажется есть проект где я тут ехал я стараюсь следить за этим как я здесь нам поехать кухню сейчас стараюсь садить за кадр сам за всем остальным не знаю давайте пока сюда поедем поговорим еще дальше что-то стучит блин я не понимаю а ясно телефон стучит а камеру ребят если чу извините я не специально так не хочется ехать по всяким велогомным прошла савили числе задолбался хоть он отстает хорошо но механизм все попадает все равно не очень в общем велоком прямо все топ самая лучшая покупка приобретения и принципе все ребята больше ничего не делал а да 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 вру я купил сейчас я вам отстегнуть покажу что я купил я купил фирменную меня что-то одолела какая-то мания я три раза покупал к нему как это бутылка держатель все три лежат у меня дома чтобы понимали то есть их не оправдала не отдал не вернул но потом подумал других на велосипеда поставлю очень я сюда купил фирменный катушка катушка держите хотел сказать уже по привычке бутылка держатель сейчас титан рейсинговский что-то он стоил две с половиной тысячи ребят вот этот кусок пластика если вам видно это пластик это не карбон лютая шляпа это пластик и бутылка счету косарь тоже титан рейсинговской зачем зачем потому что потому что у меня был зиг зато теперь у меня все фирменное были никакой лажи так чему проехали непонятно так вот у нас максимальный кадр с су-27 тига мы нормально так выкрутили вот это так что ребят если кто-то интересует покупка данного байка я вам советую его брать и даже не думать поверьте я вот я взял отчасти от небольшой безысходности я хотел взять карбоновую версию но я потом как бы это и нету моего размера а типа привоза до сих пор не было потом значит был вариант взять дисси версию с дроппером потом 120 ход кстати да по поводу хода вот этого сотового хода за глаза на все кросс-канта поверить если вы не собираетесь там какие-то жесткие трейлы катать 120 версия т.д.с. вам вообще нафиг не сдалась и дроппер тоже то есть это прямо для какого-то там не знаю если хотите по эндуротрассам кататься короче не сильно себя отказываю скорости хотя и на этом бельке я съезжу то есть принципе съеду миссию принципа щели не особо-то надо а вот о может хорошее место снять немалочку считаете я принц все проговорил о какие то мы приехали не знаю леса так я наверно а куда тут делать фотку для обложки не буду тогда велоком почет правильно встает и отключается включается когда вам надо так ничего что тут можно сказать а да кстати еще я купил себе вилл бахилы вот они так выглядят джиро ну они дешево полторы тысячи всех постоянно рвут я вам сейчас фотку подгружу сейчас увидите фотки как правильно надевать и надевать их надо на велотуфли они на эти как тебе сказать не на кроссовки как некоторые думают сейчас блин снять или фотку пока мы тут с вами снять не снять фотку я потом с ним фотку какой-то другом месте вообще на сайте в сериком все отлично проблем вообще ноль а да 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 чуть не забыл вам к этому велику сразу знать еще купить насос высокого давления сейчас где-то фотку подружи как он выглядит так давайте все таки мы не будем заканчивать давайте прокатимся до конца уж чушь на то пошел чтобы я не монтирую этот ролик это фоток на нем накидаю короче так будет просто сплошной один дубль почему мы же насос высокого давления для того чтобы качать под ваш вес аморт и вилку я вам там сейчас еще раз покажу фотку вопросы берите вот такой короче все и нормального ничего с ним не надо делать так вот вопрос вот если я сейчас поеду сюда я поеду туда куда я хочу блин я узнаю чем прикол у меня блин я не знаю полу ехать сюда здесь короче старая лыжная трасса не пошли мы едем правильно по ней может да может нет так вроде нет восьба надо других дорог на нет у нас его в случае придем туда куда надо а если нет на нашем навигаторе нашего компьютера есть навигатор вернее продал грошь хлебный загружать сюда карты предварительно с сайта производители а мне с артистом языке если на русском а потом просто по этому карту катать можете себе трек нарисовать программки потом по нему ехать то есть смотрите если вас как у меня вещи начинается типографический кретинизм на плохо организованы каштандрин и бланках где у вас разметка типа вот ну как здесь вы едете а куда поворачиваете направо налево я пару раз так сгонок сошел что я не понял куда мне ехать а просто загубился все платы едут кругом 1 пуль короче ничего не понятно в общем если вот такая же проблема как у меня просто загружаете сюда весь маршрут рисовать его заранее и просто едете по нему и смотри куда обрю поворачивать проблему исчезает жалко тогда таких девайсов не было когда я гонял так вот я очень-очень понимание нам сюда по-любому короче сейчас просто еду так называем большой лыжный круг так как я тут на велике один раз ехал с младшим братишками мы ехали ночью я не совсем блин уверен по моему он туда не совсем верю что я еду правильно как-то короче я думаю приеду куда-то надо по-любому почему похоже на правду и логовна немножко под застывшие именно что надо похоже на правду ваших лет хорошие какие проситы по-любому именно здесь зима на лыжах и катая вот по поводу кстати еще хочется сказать тормозов я про них упомянул тормозов за глаза хватает для всего по говну я ездил в минус свою погоду снег ездил все работает но вообще тормоза как говорят придумали трусы видите даже руки не на них не ставлю надо просто быстро выбрасывать но в таких ситуациях если вы по спуску видите каждый другой разговор а вот здесь у матраса на таких покатушках рамаза о чем особо не нужны то что если вообще фитнес чувак можно вообще на любых катать практических тормозах это здесь я еду сейчас на полном подвесе то есть не блокируя заднем а вот сейчас заблокировал ну в принципе здесь даже попроще стало ехать меньше инерции теряется я обычно на полном подвесе на корнях катаюсь у нас вати вы выключаю а может за ним ты юка выключая вообще я с вашей задачей фитнес а можно не париться ездить всегда с открытым амуртом комфортнее будет а то что тип вас энергии теряется но чуть-чуть сами не уехали видели повело чуть-чуть если в общем думать что у вас энергии теряется что про это париться ваша задача как раз потратить как можно больше энергии я понял чем дело тут есть кореи присыпанный травой протоптанные этими байк байками эндуро бак и тема всякими пусквардами подкатаются ребята есть из листья просто присыпали мы с вами как раз в этой в этих коллег сейчас как-то едем так да и вот так это хотел сказать еще плохом все удобно как-то раз я такие и меня заехал от недавно мы как и заезжали какой-то там старый военный перегон уперлись с товарищем и когда этих ехали назад я просто смотрел после может раку откуда мы поворачивали ведь я просто как бы сказать ничь домой отрисовал для нас когда мы туда ехали поэтому даже если вы не катаетесь по шоссе вам стоит взять волокон вот такой с навигацией по поводу с этим моделей там еще есть цветная в смысле вот эта цветная есть чб черно-белая не на шуток катается черно-белым и мы когда пофигу ну это все-таки поприятнее для честно она не так раздражая глаза удобно наблюдают за каденсом вот меня сейчас стоит режим велокомпе ли у меня одной строкой пульс и там графику кривая идет графика а второй каденс я по сути на все тренировка смотрю чтобы пульс не был слишком высоким а когда слишком низким это вот залог такой хороший тренировок моем случае тут много всяких функций я еще даже большинством из них не пользовался принял на поколе едем мало видно наверное потому что не видно не знаю я вообще не знаю снимается этот ролик надеюсь сюда так вот куда нам ехать прямо налево без понятия ребят едем просто прямо короче насах я помню дорогу раньше на вопрос ехать прямо в общем резюмируя велик для тех кто хочет спорт прям нормально для тех кто не хочет грамм спорт она будет излишне ну излишне таким вот если вы прям катаете ой парилин вот и вела говно так я надеюсь мы а нет я ребят выстегнулся потому что здесь что-то вообще жизнь я проваливаюсь мы провалились ёшкинг вот так все сейчас я стегнуть бы на очки запахе никогда не вижу кстати вот сейчас на улице минус 1 минус 2 до 3 ли минус 1 на чем я еду ребят печати за 150 рублей с ближайшего но рынка курточка у меня финт ровская правда и у меня двое первых а мне полный летний длинный комплект велоформы а сверху еще одни чуть более утепленные велоштаны все с памперсом это и другое но на велоштанах уже памперс такой си поэтому основ за счет этого выживаю за счет велоформы тонкой фриска и шапка дальше пусть еще найдется на грудь а куда-то мы вообще приехали какую-то непотребство на что грязи не люблю грязь какая-то лесная тропинка да и самое главное я сейчас в летних тухрах да на теплых носках но от термо носки короче а сверху у меня все-таки это вот эти бахилы бахилы прям вообще топ я раньше всегда мучился на старом байке вот я не вкладывался просто у спитания катался и вот стоит только похолодать все это становится более либо ты едешь кроссовках что такое все когда ты контактам привык и вот одеваешь контакты и ты просто умираешь от холода так а вот где мы я не знаю в любом случае нужно вернуться по карте а вот какие-то дома нормально я думаю сейчас приедем просто конечно пункт и все у нас такая контриль не покатушка я видел закончу когда мы выйдем в асфальт на сайте смотреть ничего только как я заблокирую вилку поеду закат так в теории раз слева дома нам просто прямо мы выйдем на трассу вообще если честно когда этот ролик сегодня хотел снимать я надеялся что будет этот солнце на солнце не оказалось так что вот придется на это было видео но что подснялась нормально будет прикольно получится это вторая такая попытка и вот раз старался не разгоняться чтобы выдыхалку не звить он прибыл там не вот и камеры правильно надеюсь и powerbank у нас сегодня с собой поэтому не разряжается так принял откуда все еду мне кажется есть просто попроще ехать или нет не понимаю а не менее мы сейчас с вами куда-то приедем так но о лесах леса ребят леса рекорд это леса рекорд я без чего не вижу это так вот или это леса я не понимаю это кто-то так а куда я вообще еду я куда-то приехал на не понимать или небольшая проблема а не 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 я приехал почти туда куда хотел но не туда где-то я свернул не туда но я в итоге знаю где я скажем так блин мне про вот этот поворот вдруг говорил прошу раз вот сюда если повернуть приедешь туда и вот я действительно там так какой-то мусор у нас тут тянется по ходу где-то не вижу ребят ладно слушайте я короче куда-то выехал часы а я такой боюсь порвать бахилы к так делаю блин еще не стигнешься теперь падут по дури с вами да очень странно я выехал я знаю куда я выехал я типа прокололся примерно не знаю на километр от того места куда хотела ну да ладно пофигу очень так у нас получился ряд видос вот сейчас я все заблокирую все на этот и вот у меня теперь ригит можно втапливать или как называется ригит короче этот как его безамортизатор на велосипеду да я где-то у основной трассы но где-то немножко не знаю какой-то я автор степен на улицу приехал я вообще не ходить как раз но в итоге от цивилизации все ребят в общем я все проверили рассказал про галаком рассказал после обновки рассказал велики титан рейсинг огонь длительные тесты не занар никто не снимал еще как я я очень довольна к словам то супер что я буду еще все братья цвета на рейсинге скорее всего карбоновый шоссер или болезненный шоссер шоссер короче хочу еще и я еще хочу знать еще ищут эндурик наверно я возьму skyrim оранжевый а еще если он посвящен все эти гонять соревнованиях собаки я наверно возьму ну да мы почти мы почти выехали там где надо вот мы должны были вот тут выехать мы чуть-чуть чуть-чуть лоханулись чуть-чуть выехали не там я думаю что мы выйдем здесь но с другой стороны мы всякое говно объехали грязи часа тоже принципе ничего страшного были на там прикольные озеро было еще там прикольно было озеро не давать я я буду действовать вообще не так как надо сейчас вернусь и проеду я вы захочу тут я уже проехал второй заход она посмотрите как вот регид работает вообще ничего не раскачивается тебя смотри-ка я поклюк а нас у меня строй 136 кататься ничего не раскачивается ветер добр так да а о там вообще возможно будет как его звать карбоновый такой же тоже на 100 подвеска на 100 подвески по поводу суперер а меня уговаривали пить супер вот якобы титан рейсинг черни торт супер типа круче ребят я поклонник страйма супер и были на шимана или гостей мне нравится бренд шиванс этого все блокировку 1 1 2 девочка немножко за это вилоч кстати знать еще закупила я вам сейчас расскажу я догадался мне надо помазать чем-то тросик локаут вилки я его помазал не тем надо было одно смазка я смазку для пошпульных подшипников мультипликаторных короче фиганул это получилось то что получилось так сейчас надо выходить на правильную дорогу по ходу здесь надо налево как-то клинится офигасе окша бы клинил так клинился так вот мне куда они сюда или мне туда что я не понимать моя твоя немножко не понимает так все слышим секунду вот начались они кросс-кантри походы я пришел ребята уже понял что я идиот и делаю вообще не тот возможно возможно нет сейчас подождите вот мне кажется может тут вот дорога есть это не похоже что-то из дорога ваще никакой дороги нет ладно хорошо я все понял отворот поворот я реально не буду ничего короче это монтировать все мои локовские эти заезды туда-сюда вы сейчас сами увидите кстати вот по поводу этих бахил ничего вот я ходил по лесу ничего не пробовалось я у них уже выездов 10 делал по корням по веточку попрыгал чуть писали что типа вот эти бахилы они короче дохло и не выдерживают там то есть нет картина чем прикол я где-то вообще повернул не там я повернул вообще где-то не там не туда я не знаю где это сделал я должен быть и как-то там что должны были быть озера озер нету поэтому как бы нам сами сделать короче я понял надо снова приехать туда куда мы сейчас уехали и просто заехать на это озеро и показать вам и там закончится ведутся давайте мы так и сделаем сейчас немножко там прибавим тогда этих колеи они рядом да лодки ручки раз два смотрите чем прикол когда вы гоните каким-то таким бураком заднем от нас очень сильно помогает сглаживать удары которого тормозят то есть раньше когда я был ставим свой старый первый велик ни одна стала дубовая вилка это стомерная самая дешево сидел властиком такой внутри пусть сбился вот и я ехал сборок имела рога колбаса и вообще не ехал так я поставил рок-шоп-стору вилку пружина масла так я сразу ночью ехать по корням в 3 раза быстрее чем ехал а когда вы задним орду добавляете нормальный по сути у вас самая ситуация повторяется так уже и сзади то есть реально можно быстрее так идти по своим корням но вот по прямой по такой по шоссейной вы конечно из раскачки теряете так вот сейчас я проверю так все разблокируемся вилка вилка успели вилка подтормаживает из-за того что холодно так просто ох ты блин его мои опасненько сейчас по льду чуть не соскользнули короче вниз вот есть такое так как то вот я сейчас хочу просто вам показать вот эти бураки даже вот на такой поверхности не сильно гарнизм задний амод очень сильно помогает выстреливать то есть то что вы теряете на раскачку она не так проблематично как то что вы теряете на этих ухабах все покажу вам озеро не покажу даже не знаю назад на тот же не поеду в плане как бы в обратную сторону в которой ехал мне хочется вам еще не показать только не понимаю где где озеро-то блин а то что озеро где-то не здесь было вон эти дома которым объезжали в общем блин я не знаю давайте до туда шмальнем а вот она да 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 все правильно нет озера все мы приехали отсюда так озерного сама не нужно все ребят видос закончится мой тренинг еще не закончилась я сейчас проехал знаю сколько 10 метров 160 метров еще где-то десяточку назад проеду и будет меня норма велик огонь комп огонь дальше кажется кстати стоит у меня вот не знаю наверно как вам показать на педальки все супер все автоматически все включается сама только кому надо включить еще я не знаю что это за прожита как-то за покупаться решил железы заставить видите все замерзла чертям собачьим а надеюсь он вот так вот видно я тестирую просто новый угол камеры я думаю не все видно себя будет не отовсюду но все ребята чем не знаю будут еще видосы возможно по снегу пойду покататься наверно старом байке этот не жалко будет по всякому говну перед хотя кто узнает посмотрим надеюсь какие-то новости интересные вещи про вот этот байк вы узнали сидушка удобно и не значит сказать он классный мы не тот что говорят про монету все не слушайте дебил какие-то говорят если уж он тоже нормально морд на черт конечно если вы хотите участвовать в гонках профессиональных вам конечно же он другой байт на тип вот для тренировок даже если вы тренируетесь гонкам большинстве случаев он это ухватит а уж если вы не участвуйте в каких-то там гонках в любительских гонки кстати он по нормально поедет максимум что я бы здесь сделал это бы но я не знаю даже стоит ли менять перекрытие но если бы я короче хотел на этом банке часто байки участвовать в вела гонках серьезно вам любительского уровня и там бывшие профики например где-нибудь там бывшие ребята из сборной например там конечно карбон уже надо но ладно давайте просто скажем что перекрыть переклюк на gx поменять на электронный и все больше вам ничего не надо просто за глаза хватит а вот еще раз для тренировок даже сейчас все за глаза хватает то есть байк отличный очень сбалансированный очень классный все кто так не думает идите нахер короче простите но вот так все ребят ставьте лайки подписывайся на канал увидимся следующих видео всем пока